Мальчик Геркулеш живет в Ингушетии. Теперь этот титул закреплен за ним официально. 3720 отжиманий за два часа и 4445 за один подход. Сразу два мировых рекорда установил 7-летний Ибрагим Льянов. О уникальных способностях ингушского богатыря мир узнал в мае этого года. Тогда интернет облетела новость о юном Шварценеггере. 7 ему исполнилось совсем недавно. Не по годам сильные, выносливые, стойкие. Так он может часами и без остановки. Его личный рекорд – 11 тысяч отжиманий за два часа 38 минут. Сейчас у него просто легкая разминка мышц. Хотя и тут успеть подсчитать количество сделанных упражнений непросто. А сколько уже отжиманий сделал Ибрагим? Пересек пять тысяч. Вот ежедневная его норма какая? Минимальная – 7500. Безостановочно, да? Безостановочно. Три дня по 7500, два дня по 8725 и суббота контрольная – 11250. И воскресенье один день отдыхает. Узнав о мальчике-силаче и его рекорде, некоторые не поверили такому ошеломительному результату. А пользователи соцсетей и вовсе разделились на два лагеря – восхищающихся выносливостью Ибрагима и тех, кто скептически отнесся к достижению юного атлета. Всякие сомнения развеялись сразу после того, как рекорд ингушского триумфатора зафиксировали официально летом этого года. Почти два с половиной часа Ибрагим провел отжимаясь от пола и при этом соблюдая четкую технику выполнения упражнений. И все это лишь с небольшими перерывами на то, чтобы отдышаться. Ему потребовались один час и 40 минут, чтобы побить первый мировой рекорд. А спустя еще час юное дарование наградили сразу двумя почетными сертификатами Книги рекордов России. Хотим поздравить юного спортсмена Ибрагима за восстановлением двух мировых рекордов, одним из которых стало наибольшее количество отжиманий от пола за два часа. И равняется он 3720 повторениям. Это мировой рекорд, друзья! Это еще не все. Второй рекорд называется наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиками шести лет с результатом 4445 повторений, объявляя официально. 24 на 6. С пяти лет юный крепыш отжимается шесть дней в неделю. С детства тренером и наставником для Ибрагима Альянова был его отец Тимур. Даже после подтверждения результата расслабляться времени нет, ведь впереди новая цель. Он влюбился в этот спорт, видя, как старший брат тренируется. И смотря на него, постоянно тренировался, занимался. И вот так, наверное, влюбился. И я, как отец, немножко делаю все, что от меня зависит, чтобы он заинтересовался этой борьбой и изюманиями. И чтобы он поставил такой рекорд, чтобы никто не смог больше перебить его. Вот теперь это главная цель, да, наша? Самая главная моя цель в данный момент, чтобы перебить этот рекорд, чтобы никто из детских и взрослых не смогли пока перебить их. Хочу поставить пять единиц минимальных. А если получится, дай Аллаху, еще больше. Пять единиц – это 11 тысяч? 111 отжиманий. Сильнее всех. Его каждое утро начинается с четырех подходов по тысячу отжиманий за раз. Но и это не единственный конек спортсмена, что видно и по кубикам пресса. Ибрагим Льянов занимается вольной борьбой в спортклубе «Чингис». Успевает все – учиться, тренироваться, играть с друзьями. Мальчик с пяти лет пять раз в день молится Всевышнему. Благодарить за силы и возможности. Фору Ибрагим никому давать не собирается. Ты же ходишь сейчас в школу, да, первый класс пошел. Как тебе школа? Успеваешь ли ты совмещать и школу, и свои занятия? Да. Нравится тебе в школе? Да. А сверстники тебя боятся вообще в школе? Нет. Почему? Его скромность намного красноречивее каких-либо достижений в спорте. Главное в этой жизни для Ибрагима Льянова – довольство Всевышнего Аллаха. Вера в маленьком сердце спортсмена и молитвы, безусловно, помогли добиться высоких результатов. Еще одна цель мальчика – стать таким же сильным духовно. Чтобы читать Коран в оригинале, начал изучать арабские буквы. Он иногда посещает уроки исламского и учит немножко алфа-фит пока. Но со временем, если Аллах даст, то и Коран научит. Обязательно делает намаз пять раз в день, конечно. Поэтому не в тюрьминговку. Он раньше меня встает на утренний намаз даже. Он меня поднимает на утренний намаз, не я его. Ибрагим Льянов – яркий пример того, что невозможное – возможно. Наставники спортсмена все держат на контроле. Измеряют пульс и проводят регулярное обследование в больнице, чтобы недетские нагрузки не сказались пагубно на здоровье ребенка. Ибрагим всегда под наблюдением врачей. Мы его часто обследуем. Врачи довольны результатами. Никаких там патологических отклонений у него нет. Наоборот, они удивляются, как может это быть. Столько времени заниматься. И без таких нагрузок в сердце все мы полностью его обследуем. Это самое важное, я думаю. Аспекты этого дела. Нам нужны не только спортсмены, но и здоровые ребята. В первую очередь уделяем им внимание здоровью, духовному воспитанию. И потом только результат. Широкую известность в Ингушетии и за ее пределами Ибрагим получил после участия в детской спортивной эстафете «Отжимани», организованной спортклубом «Чингис». В то время, когда его сверстники делали по 100 и 200 отжиманий, силач переступил отметку в 1000. Спортсмена остановили только уставшие вести счет секунданты. Он сразу сделал 1555 отжиманий. И я его остановил. Для конкурса это хватало. Потолок был. И потом мы договорились и постарались, чтобы он сделал это при экспертах. Потом он сделал в зале, такой был у нас тренировочный процесс, 5555 отжиманий. И я тогда 100% решил, что надо продвинуть его на мировой рекорд. Своей выносливостью и силой семилетний богатырь из Ингушетии поражает даже самых опытных спортсменов. Ибрагим Ильянов стал настоящим открытием для всех, кто хоть краем уха слышал об этом юном даровании. Сейчас маленький лев готовится порадовать мир новым рекордом. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, канал Олив, Ингушетия. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Субтитры создавал DimaTorzok